Доброе утро! Ночью минус, днём ноль. Она говорит, что санцы спят. Это она сама себя успокаивала. Как вы думаете, они могут перезимовать? Но земля копается хорошо, декабрь будет не сильно холодным. Но вроде при такой температуре укоренение не происходит, да? Происходит. Но медленно. Ну, например, сажает месяц назад лето, осень длинулись, может, и перезимуют они, но если завтра потепляется. Но есть ещё другие факторы. Сейчас мы про них. При копии, если они, ведь тоже примерно в тех же условиях, если почта промежает. Помогите разобраться. Вся надежда на вас. Я ей сказал, что спрошу у самого гениального садовода. За гениального садовода спасибо. Вот, дальше вспоминаем. Фильм снят был. Вы в этом фильме что видели? Вы видели, сколько она купила саженцев, когда уже наступила зима. Это не ко времени, это само собой. Раз. Саженцы рослое два. Их там такое впечатление, что добрая сотня. Три. Из Крыма. Из Крыма. Поэтому ниже я всё написал. Кто-нибудь мне, кто-нибудь мне, из питерцев. У вас бывает сорократная зима? Я толком не знаю. А если бывает, то как часто? Пожалуйста, ответьте. Может быть, там ниже, или потом отдельно продолжим разговор. Мне интересна эта тема. Я всё не успеваю сам узнавать. И вот смотрите, сколько всего. Дальше распакованы были персики. Посажены, как обычно, вертикально. Но так как это было ещё... Вот только минуты прошли, а человек этот, да, наш человек, вот как тебя зовут, да... Он ещё у меня целую банку косточки выписал. О, это такой человек. Вот. Я не могу зайти в WhatsApp, там много фотографий чужих. Этих, не фотографий, а телефонов. Ладно. Этот хороший человек, срочно ко мне выручайте, пока не посадила. Показывает фильм, уже посадила. Я говорю, срочно перегибайте. Раз. Дальше незакопанные лежали. Видно было. Вот смотрите. Полтора метра. Кроны, естественно, не обрезаны ни разу. И вот такие обрубки корней. Видели? Видели? Что вырастет? Там уже понятно, что соотношение корней и кроны где-то пять к одному, десять к одному. Как ей сказать, что надо отрезать восемь процентов крона? А если все вскрыть, то может быть вообще бывает и без корней присылают. Вы не верите? Сергея же прислали? Без корней. Так вот. Тоже с Крыма. Так вот, значит. Сказал, пригибайте эти персики. Они только посадили. Это несложно. Выкопать, выдернуть. Дальше в фильме было сказано. Три варианта прикопа. Вертикальный по железу для этих, для желающих. Два варианта. Один смертельный. Схемы прилагаются. Люди даже не знают, что когда. Вот в чем разница? Это я обязан сказать. Потому что, видите, человек хитро задал вопрос. Очень хитро задал вопрос. Дело в том, что прикопы тоже могут замерзнуть. Прикоп, когда делают, под снегом, вернее, под почвой, под землей, в слое к земле. Там уже теплее. Вот. Но захватывается еще часть кроны. Вот столько может. Вот столько. Кроны. Так. Даже не так. Я оговорился. Штамба, штамба. Вот столько захватывается. И тогда получается, что хотя бы штамб не замерзнет. Ну, а крона снова вырастет, если отмерзнет. Ну, и потом наклон, снег, значит, частично и частично и крона будет спасена. Но ловушка заключается в том, мне неудобно фильм повторять. Надо повыше сделать просто. Повыше. Пусть не по железу вертикально, пусть по ноге, но все-таки вот на таком холме. А иначе корни смотришь, пол саженца ниже уровня почвы. И, пожалуйста, вместо мороза. Дождь пошел, снег растаял, и там в этой каше гнилой ползимой точно не замерзнет, а сгниет. Вот это я хотел сказать. Значит, как мог я этому человеку помог, он ей помог. Вот. А дальше, знаете, я просто взял абрикос, крымская мороза, вот она, когда выписывала огромное количество упаковок, каждой было по 10, может, по 15, упаковок было штук 10. Ну, все я не видел, может быть, там еще больше. Зачем она это сделала? Она что, не знала, что это крымские? Мне вот это, а я ничего понятия могу. Как она, чем она думала? Ведь ее не обманывали. Вот. Ну, а если крымсяне потом окажутся выписывали вообще с Италии, это тоже. Долго про Ленинград, как бы ни было, это все-таки, сейчас вам покажу. Итак, в школе не научили. Это слабое место школы. Там учат много вот тому, чего только засоряют мозги. А новое, когда придут аши, каждый учебник, особенно вот эти, назовем их, прикладными. Почему? географию я что-то помню. Да? Я климатическую зону помню, что это, из этого, из урока географии. Я биологию помню прекрасно. Вот почему-то памяти нет, а там как вбитым головам многие интересные вещи. И что это за вещи? Так, я бы сейчас эту специальную комиссию всю программу переделать, чтобы каждое предложение было, чтобы чему-то научило. Чему-то научило. Понимаете? Идем дальше. Итак, климатические зоны. Значит, я взял специально. Вот, там их сотни этих карт. Доберите карты к климатическим зонам России. И что вы увидите? Вот как у нас сегодня, вот мне сразу бросили, Ханты-Мансийск, приполярная зона, да? Тут написано, особо, тут даже не написано, аж пятая зона. Нет. Тут вон, как написано, смотрите. Видите? Особая. Смотрите, Санкт-Петербург. Да, он, пусть он относится, вот мы же о нем говорить-то начались. Согласны? Что получается? Допустим, о, кто-то заказ делает, он нас не слушает. Ну, все равно спасибо, хоть деньги предлагают. Видели, да? Итак, Санкт-Петербург на границе зоны третьей и четвертой. Вот. Это что значит? Это значит, что здесь, как и в Сибири, представляете, вот здесь, что-то интересное. И вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Магаданская область. Или как она правильно? Колымская? Колыма? Вот. Приезжайте к нам на Колыму, нет, лучше вы к нам. Вот даже она, даже здесь можно растить. Почему? Вот Красноярск, вот Новосибирск, Томск. Вот. Ну, Красноярске еще ладно. В Томске уже труднее вырастить, кстати, севернее. Вот. Ну, здесь примерно, примерно карта. Вот. Самара, оказывается, Челябинск. Вот. Ну, Красноярске на несколько градусов среднезимная температура ниже, чем Челябинск. У меня, в моем родном, этом самом, Шушенском районе, вот, и даже в моем конкретном месте тоже на 3-3 градуса среднезимнее ниже, чем Челябинске. Ну, это ладно, не скажет, туда-сюда. Главное, посмотрите, Санкт-Петербург с Крыма. Давайте смотреть, где Крым. Самая теплая зона, это уже называется, номер раз, это что? Но это еще не Крым. Похоже просто. Просто похоже. Вот. Это значит, что субтропики. Крым – это субтропики. И субтропиков прислали с первой зоны в третью. Ну, почему ее ничего не учили? Тогда я начинаю вспоминать. Я помню, живя в Норильске, один раз повезло на вертолете, мы летели очень далеко, уже дальше ламы, сейчас скажу, все начал забывать. Вот, уникальные места, крутые горы, а между ними настоящий среднерусский лес. Вы когда-нибудь видели, вот такие грибы, вот с такой шляпкой, вот такой толщиной ножкой, вот это там было. Огромные березы. А мы проходили, мы проходили в школе, что здесь, там где я, ну, я же в Норильской школе учился, что у нас здесь карликовые березы, действительно, они карликовые, почему? А на равнине растут, выше метра двух подняться не могут. А где горы, там могут. Значит, выбираем места для абрикосов, где горы, южный склон, западный склон, ну, а дальше наша песня хороша, но уже такое делать, как в первой зоне климатическое, отправлять. Чёрт, это не Крым, не подумайте. Так вот, вот тут рядом, ещё теплее. Вот, помните, Ростов-на-Дону, человек написал письмо, всё, всё из района объехал, ни одного абрикоса не нашёл. Ростовская область, в целом районе. И что получается? Москва, ё-ка, я вот это так удивился, здесь где-то Смолен, здесь где-то Брятск, вот, и они во вторую зону и попадают. И Москва умудрилась попасть во вторую зону, ну, здесь-то кто вам не даёт-то вырастить, это всё. А, друзья? И тогда получается, нужно школьную программу менять. Это моё слабое место, я не могу в это. Ещё раз спрашиваю питерцев, у вас бывают сорок и на сын Мороза? Вот, и когда будут детей учить, чтобы они больше так дурью не маялись, и не выбрасывали огромные деньги? Так, как мне сюда попал на риск? А мне прислали вот это вот. Сказали, вот, любуйтесь. Ну, на риске ни при чём. Просто там была вот эта, да, вот именно вот эта, вот информация. Уральские селекционеры вывели новый сорт абрикоса призёр, который может выдержать Морозе до минус 40 градусов. Учёные работали 30 лет. Вот человек держит, как это называется, сертификат или что. Вот, видимо, к медали прилагается, да? За создание нового сорта абрикоса золотую медаль. Я их поздравляю от всей души. 30 лет. Вот. Теперь, значит, здесь уже чётко написано. Вот видите. Долгое такое название. Господи, ой-ой-ой. Так вот, он взялся от свободного пыления кичигинский. Кто так кичигинский опылил, кто неизвестно. Вот, авторе Гасима, я, но Гасима, я уже не раз слышал. И его уровень, это эти самые кичигинские, абрикосы, это его уровень. Он с ними работает. Если действительно, как говорится, без обмана было до 40 градусов, то я их поздравляю. Скромный сорт, но я их просто поздравляю. Сейчас, вот он. Всё, знаете, почему я в этом говорю? Ну, вы понимаете, что я, когда выше говорил, что у нас в состоянии в Челябинске на несколько градусов холоднее, это факт. Вот. Естественно, что мы абрикосы не укрывали. Наши выдерживают более низкую температуру, чем они наши, сибирские. Вот. Разницы принципиальной нету. Вот. Это уровень манджурского абрикоса. Вернее, гибридного манджурского абрикоса. Кичигинский, это всё одно и то же. Вот. Посмотрите, как они выглядят. 4,5 балла вкуса, это шикарно, здорово. Вот. Ну, к сожалению, не написано, какая у них, какой у них урожай. Вот я записал, урожай какие, но они мне не скажут. Знаете, почему? Ваулин, минус железа. Ваулин, используемую агротехнику, получил более впечатлительные результаты. Ну, и тут есть одна строчка, где он буквально своих коллег утопил, сейчас скажу. Я вначале написал, ой, он плюс железа, но он, понимаете, он забыл обо мне. Вот это, сейчас я покажу, а поймете, это очень важно, почему? Потому что у меня есть предложение. Вот. Надо сотрудничать. Ну, это как они запорожец сделали, но он, допустим, перестал. Что такое выдержать? Это как бы запорожец, да? Ну, по качеству, это все, вот, по комфортности, но зато не ломается. То есть, если запорожец, перестал, ломается, это большой шаг вперед. Ну, а мы занимаемся Мерседесами, наши Мерседесы, а давай поднимем усилия. Вот, вот скажем так, это мое предложение. Ну, давайте поконкретнее. Вот это вот, сейчас я вам покажу, это очень важно. Илья Александрович, к вам обращайся, если вы смотрите это все. Смотрите, вот его инноционная разработка. Ваулин Александр Юрьевич, тот самый, который у меня купил сеянцы, вот такие вот, довел дополнительные отношения и смотрите, что получается. Во-первых, он присвоил себе то, что мы с вами знаем и так, вот, но он это, он это оформил. Вот, видите, вот это пересаженный сайденец, это не пересаженный. Ну, казалось бы, с чем тут схвастаться? Ну, как-то получилось, что, получилось, что он это преподнес как инновацию. Ну, изобретение как угодно. Вот. по всем косточками, то есть, он ограничился этим. Я считаю, он сильно, так же, как те ребята, он сильно объединил этим, себя и институт. Ну, допустим, вот это он доказывает. Ну, это то же самое, что он доказывает, что вода это мокрая, вот. Ну, поняли, да? Идем дальше. Опытная проверка закладки. Сейчас поймете, я же с предложениями. Абрикосовая плантация в 12-м году посеял, то есть, 11 лет назад, 30-ю косиками. Ну, косики, да, только косики мои. И даже сеянца мои. Он у меня выписал с сеянцами. Потом самое интересное, значит, у него на пятый год заплодоносили. Плодоношение ежегодное. Вы сейчас поймете, вы сейчас со стулья упадете. Со стулья зимнее мороза 37 градусов выдержал, заморозки минус 7, а это значит, что не мешает плодоношению во время цветения. В 19-м году четвертое плодоношение до 58 килограмм. Это сенсация для науки невероятная. И так мы имеем Маулина, и так мы имеем вот они. Хуже, лучше. А я горжусь, все они-то мои. И агротехника моя. Самое главное сейчас сказать, в чем фишка. Посмотрели, да? Теперь посмотрим на агротехнику Елены Санданова. Напрягись. Самое интересное. Два самых интересных. Итак, без несения удобрения неужели вы вспоминаете? Защитных мероприятий без полива на пятый год. Это одно. Это до него было придумано. Он, прежде чем выписать, ознакомился со своими статьями. Это факт, сто процентов. Вот. Значит, и сейчас мы с вами выходим из этого и читаем дальше. вот. Внимание! Я просто укрупнил там это, часть того. Итак, 50-й год. При этом саженцы, 12 сортов абрикоса, посаженные рядом в тех же сроке, в таких же условиях, полкилограмма с дерева. то есть не 50 килограмм, а полкилограмма, то есть 500 грамм. А где эти были 12 сортов со всей России? То есть только мои, причем, если не верите, есть авторитетнейший человек абсолютно по фамилии Немытов. Он вам в мозге вправит, если только скажете, что железо хоть где-то преувеличил. Но это ладно, мы это проходили. А теперь самое главное. на находящемся в нескольких километрах от нашего экспитательного сада в Селябинском сортоиспитательном участке продуктивных взрослых деревьев на десятках изучаемых районированных. Это как? Районированные? 300 грамм дерева. Вот так вот. Ну, а дальше я спрашиваю. Ну, в общем, вы поняли. Можно родить вот этот самый. я могу им таких вот каждый коточек у меня даст такой или лучше. Каждая. Пожалуйста, не жалко. Вот. Видите? Это наши сердечки. У нас их десятки наименований. Вот. Они уже перешли в сотни садов. Они уже по всей России. Вот. Люди уже пробуют ими торговать. Вот это есть. То есть 30 лет не то, что были на смарку. У них была главная задача, огромный плюс. Это поднять мороз только до 40 градусов. Это значит, с кем скрещивали Кичегинский. Ну, нетрудно догадаться. Что такое свободное опыление? Рядом росли манжурцы. Только они, если Кичегинский считается культурным, то только манжурские абрикосы могли в сумме с ним дать 40 градусов саморастойкость. А 30 лет пока они этим занимались, у них несколько годов 40 градусов было. Молодцы. Но хотите мой прикол? Отдайте мне эти веточки с ними. Я их увеличу с 20 грамм до 50 а то и до 70. Хотите? Все, что было свободного опыления, а если не дай бог там культурное будет, но не дай бог это в таком смысле в Йорниче культурное были. Или я посажу рядом с культурными, получу с них урожай и не теряя морозостойкости, а мы это проходили, не теряя морозостойкости, мы увеличим массу, вкус, культурность и прочее. Так что ребята предлагают сотрудничать. Ваулин он фактически меня отдел отстранил, как-то незаметно случайно ни моя агротехника не прозвучала, я так ждал столько лет и результат то у него был уникальный. Первое письмо его, не письмо, а звонок был такой, я вот у меня память избирательная, такой я забыть не мог, я ему высылал вот эти вот сеансы, они были маленькие-маленькие, в тени росли, под огромным патриархом, я высылал ему королевский, по-моему, Серафим Умур, во всем трясаются привитых. прошло пару лет, он мне звонит, потом еще я ему косточки сотни высылал, догонку, так вот, прошло пару лет, и я, он сказал, все нормально, развивается ваши манчжорцы, и тогда в сердце жаловался, говорю, а как там мои привитые, ой, вы знаете, его слова абсолютно точно, я богом клянусь, вы знаете, у нас был сильный град, и знаете, чем хочется, ну, все, ой, урожай, конечно, был слабый, но ваши абрикосы оказались в два раза крупнее наших, вот так вот, ну, если это вне все два раза, значит, по весу три раза, вот, что я вам хотел сказать, я предлагаю, и сейчас не поздно, вот, ведь когда Маулин, если дальше пойдет, он дойдет и до этого, до академика, но дело в том, что ему, так как все-таки я человек публичный, ему могут припомнить, вот, что он начинал не на ровном месте, а просто как бы это, ну, это надо было просто, делать не доклад, а садоклад, рядом упоминать две фамилии, Маулин, я даже не претендую первым быть, Маулин, Тережелезов, вот, Маулин, агротехника, Железов, вот, или даже Сенцес, сада Железова, оказались самые-самые, но этого не случилось, к кому я теперь обращаюсь, ведь наверняка у вас впереди ничего хорошего не ждет, знаете, знаете, Потому, что дальше они развиваться не будут, почему? Потому, что с одной стороны есть две крайности, можно отбирать, отбирать, 30 лет отбирать, но если на пятый год, на шестой плодоносят, вы вырастили 5-6 поколений, наконец, добились своего, допустим, 100 деревьев, а на пяти сохранились, а на 95 замерзли и подмерзли, наконец, вы добились своего, а дальше что? Вот, а дальше предлагают свои услуги, предлагают свою агротехнику, ведь добился в Вавилове с моей агротехникой, не поливал, не удобрял, не подходил, вот так, и здесь такие перспективы, для вас, возможно, уважаемые эти, товарищи, как бы, коллегами нельзя назвать, вы это, можете обидеться, что железо, ваш коллега, вот, но все-таки, подумайте, вы не знаете, что такое селекционное клонирование, вот, Москва отвергла, была такая, с ярославцем, вы знаете, если он сказал, что это не так, сказал, конечно, с уважением ко мне, но что я не прав, вот, всех почек одинаковая морозостойкость, раз, вы не знаете, что такое настроение ментора, вы не знаете, что это можно дальше делать, как я начал, 30-ти граммовый Мечоринский абрикос и отдавил до 100 грамм, Ирина Александровна подтвердит, а потом я вам покажу, Ирина Александровна, свою надежду, чуть ниже, вот, мы с вами проговорили 50 минут только о этих серьезных делах, а я иначе не могу, это будет еще один кусок вебинара, надеюсь, брат выделит в отдельный этот, Ваулин, минус Железов, обидно, страшно, вот, припомнят ему, когда будет баллотироваться в Академике, вот, ну, еще пару слов, почему я так смело говорю, дело в том, что была совершена страшная ошибка, она была совершена по неволе Мичуриным, вот, словами Чурина, начитался греля, витал в облаках, напрививал на морозостойке подвои южные, южноевропейские сорта, все было замечательно, и в одну зиму все померзло, и тогда он сказал, нет, это не наш путь, вот, чем я сейчас занимаюсь, Латинковским занимался, вот, вот, это не наш путь, он сказал, мы будем брать культурный, южный, мы будем рядом садить нашего декаря, вот, нашего северного, российского декаря, мы будем скрещивать их, успевать, успевать, скрещивать, вот, выращивать снова, еще пять лет накидываем, потом, ну, или шесть, бывает, восемь, еще, и так до бесконечности, и мы получаем то, чего добились, и одновременно каждый выпускник Теверевской Академии, помните, как они нас, брат, помнишь, помнишь, помнишь нас, как они нас, вот, в Железово, в Железово, в саду, и это, посаженные культурные косточки, из них вырастут дикари, потому что сад смешанный, и тогда, если это тоже правда, тогда какой смысл продолжать, как там было в Аулина, только косточками, как бы они с культурными мы не соединили, потом все победят дикари, почему, они более устойчивы и к местному климу, то есть, само собой, север, мы север, я вам показывал карту, мы север, раз, во-вторых, где, по этому, по Менделю, будет, доминантные гены, от дикаря выживут потомство слабо, не слабо, наоборот, сильное, но невкусное, а вот где, вдруг, гены так расположатся, что рецессивное, пусть один из четырех, ну, это, конечно, цифра плавающая, пусть, ну, средним, один из четырех выживет, он даст прекрасное плодение, и тут же замерз, или еще до этого полная безнадега, и Мичурин дал совет, и этот совет до сих пор, добились, но, поняли, что я хотел сказать, ребята, вы же извините, я по-простому, я даже старше вас, вот, ребята, вот, у ваших сортов абрикосов фрезера нет будущего, понимаете, и вот дальше надо пылять мазурцами, вот, и тогда, и не то, что вы молодцы, вы работали так, что у вас четыре с половиной, я уверен, почему нет, я верю, что у вас четыре с половиной, это самое, баллов из пяти, верю, но потомство, если сохранится, сахаристая, значит, культурная, замерзнет, а если не сахаристая, зачем нам нужен вот этот сорт, вот, ну, кто захочет, тот меня поймет, я предлагаю сотрудничество, представь себе, академик, пару докторов, этот, пару членкоров, пару этих, да я совсем согласен, любой компанию, пару профессоров, штук и три этих самых кандидатов, вот, Савиничева еще туда взять, она, это, подготовлена, одна на всю страну, так подготовлена, ну, случайно, так бывает, вот, а потом идет, Железов со своими, этими, старшие, со своими, материалом, потом Сергей Железов, никуда вы не денетесь от прививок, никуда, будущее только за ними, и не надо будет, чтобы повторить успех, не надо будет 30 лет, вы понимаете, а убедил, нет, ну, что, собирайтесь, это, как там было, хлопцы, гоп до кучи, я немножко, так, чтобы не было трагично, что вот, я тут забытый, там, это, как меня этот, назвал, гением, нет, я не забытый, просто, для этого надо помереть, тогда уже будет все, тогда уже точно гарантия, вот, вот это, сейчас я прозволу, как, на конкретных примерах, смотрите, Сергей Железов, вот, с 10 лет, представляете, в общем, у него, вы поверите, что это молодой человек, не только диплом есть, в колледже, он агроном, у него почти четверть века, старш, он приватчик от Бога, это главное, но он еще много знает, вот, а теперь смотрите, его рабочий день, 12 часов на кране, еще раз 12 часов на кране, потом 2 выходных, потом 12 часов на кране, вот, или как я тогда фильм снимал, он сидит в уголочку, его жена, и помощник собирает посылки, он сидит носом клюв, привез их, с ночной смены приехал, вот это и весь специалист, смотрите дальше, это начало разговора, серьезного разговора, теперь, Елена Александровна Савинич, скажите, я выбрал сам эффектные фотографии, у меня их сотни, вот, но я выбрал две самые эффектные, да, только не смотрите на девушку, смотрите на плоды, ладно, вот так, а то вам мешает, видели, да, вот, ну ладно, не буду увеличивать, и так большие, поняли, да, после этого, Елена Александровна Савинич захочет заниматься 30 лет, и вот когда ей через 30 лет, дадут вот ту медаль, а еще я вам скажу, я не знаю, у тебя ребята на Урале, сколько им денег платят, есть у них особые гранты, и к этой медали, им хотя бы дали 20 тысяч, там, премию, или 100 тысяч, ну, знаешь, такое Москва, там 100 тысяч за зарплату в месяц они считают, а теперь возьмем, я все подноготно, я вынужден это делать, почему, кроме меня некому, ребят, некому, Турсон Тускобелов, заведующий лабораторией, кандидат наук, сельхознаук, вот, специалист, этот, ну, долго эти, не буду эти, регали, значит, получал перед пенсией, а он несколько лет как вышел на пенсию, 15 тысяч рублей, еще недавно, вот, потом рассказывал, что новый директор, еще и эти, у людей, на 10 тысяч перевел, вы что, думаете, они многое сделают, а теперь представим себе, 5-10 тысяч, Елену Александровну, которая 30 лет будет еще один тот сорт выводить, типа Кичигинского, нет? Ага, она испорчена, она испорчена, особо, как сказать, особо, она сибирячка, вот, вот слово такое, сибирячка, это особое состояние, вот, она сказала, не пропадем, все, все равно сделаем, а начало, только не это, держитесь, сейчас покажу, но это еще одна фотография, я их использую, как рекламная, но имею право, Сергей, вот, и, почему третий, Рыкалин, потому что, сейчас, Елена Савинич, это, Ленинская, с пяти, а, я по ней, они же по ней, Рыкалин, на последнее время, такой специалист, взял земли, по-моему, два гектара винограда, или всего два гектара, но, жить-то надо, и он свои лучшие годы работал, кем, не знаю, как сейчас, начнем сторожем, вот так вот, Сергей Железов, крановщик на заводе, Елена Савинич, я вам сейчас о горьких вещах говорю, Елена Савинич, торгует по селу, ниже покажу, слушайте дальше, вот это его работа, он пользу приносит, большую, он наслёт 200 таких, 100-200 посылок, да, и вся сторона начнёт покрываться саженцами, для этого понадобится, ну, такими темпами, лет 500, покроется, ага, вот, качество саженца, вот он, двухлетка, это яблони, это абрикос, это, Тимошков, я подошёл, смотрю, как раз выкопанный, я говорю, Тимошка, дай сфотографирую, это однолетка, а вот это чудо, я набрал Кутепова, думаю, господи, да что ж это такое, они продают их, такое впечатление, что миллионами, потому, вся страна ими забита, качество вы видели, да, качество, и когда я набрал Кутепова, питомник, я не нашёл чего, матричного сада, как везде и всегда, это пусть старая фотография, но, это февраль месяц, это Москва, это я, это самое, сфотографирую, вот, Мараховская меня прикрывает, крупкими плечами, от этих, чтоб не заметили, почему, потому, что они все мёртвые, все, а как им не быть мёртвым, всё же это, корней почти нет, они, ну, я показывал, там, смотрю, ну, через неделю, две, три, они засыхают, они с осени стоят, ладно, вот, вот это вот, чем мы отличаемся, только вот такая обрезка в верхней части кроны, делает полноценную нижнюю часть, а со мной спорили, такие ребята крутые, я остался на своём, пусть и один пока на всю планету, но, это и это, это на продажу, приехал всех на автобусе, чёрт и откуда, почти с Казахстана, а это, себе пересаживали, вот, это я учил, сильнейшая обрезка, видели, что я оставлял, учил их оставлять, вот это и будущее, в эти огромные деревья, смотрим дальше, я тогда всё сделал, я, ну пусть, это какая-то ностальгия, совершенно, случайно, в интернете, во время рекламы была, я увидел свою фотографию, ну, специально изучать, что такое, зелёное, черенкование, по железному, видите, они тут расселены, раз, два, три, раз, два, три, вот, вот, средняя расселена, а эти ещё нет, я учил, учил, ну, ё, а почему она находится в этом самом, и вдруг, ничего, оказывается, страшного нет, оказывается, а, ну, кстати, посмотрите, качество, видели, что такое, настоящая саглаза, давайте ещё раз, давайте ещё раз, сюда глянем, сюда, где все мёртые, давайте сюда глянем, день и ночь, так вот, ну, это фотографии, здесь я не туда вставил, ну, всё равно приятно, да, смотрим дальше, это готово к этому, сейчас приедут покупатели, и это, будут отрезаны, по полкрона, вот так вот отрезаны, вначале надо показать, потому что у некоторых истерики бывает, когда им отрезается, надо показать, надо убедить, это не всё, вот, что такое, так, как мы сюда попали, не знаю, что это такое, тысяча косточек, в морочной вечно была посажена, и вся тысяча взошла, вам кажется, что тут их мало, давайте глядеть, я не обманул вас, смотрите, нет, не обманул, вот, я говорю о том, что такое, опытный питомник, и опытный садовод, где по ним плачет, Рыкалин, Савинич, и Железов Сергей, кто по ним плачет, по ним плачет, сейчас поймёте, и так, это его питомник, уже, после пересадки, вот, ещё год растёт, а это было специально сделано, чтобы задержать рост, но это уже агротехника, другого типа, эти, груши, лушурийские, сами видите, какая схожесть, вот, и, к сожалению, когда мне, вот это вот прислала, Елена Александровна, два дня, три назад, вот её, пастила, одна штука, 150 рублей, мне так стало обидно, вот так обидно, знаете, почему, потому что, она эти дни торгует пастилой, вот, понимаете, ленинский стипенят, я сейчас расскажу, её, сейчас я расскажу её успех, это её, как это получилось, смотрите, значит, она, знаете, что я сказал, по-прежнему, ленинский стипенят, нет, она путинский, президентский стипенят, она закончила, этот, университет с красным дипломом, а её знаете, как, куда послали, ну, можно устроиться агрономом, помните, там, 10-15 тысяч, это всё, что её ждало, вот, а на аспиратуру, её университет, потом придёт время, и будут гордиться, что они укончили, и как-то скромно забудут, что её отправили за ворота, то есть её не взяли, лучшую из лучших, не взяли в аспиратуру, и вдруг, её взял университет, длинное название, последнее имени Решетнёва, тоже красноярский, тоже красноярский, два года отучилась, естественно, от лисницы, всё, 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 спортсменка, красавица, всё при ней, вот, но шесть лет назад, она чуть не сказала сдуру, ну нормальный человек, пойдёт ли к лицедоводу-любителю учиться, официально, а у неё, у неё, оказалось, что, ну хорошо, в том университете, и в этом университете, её поняли, и она шесть лет, у меня проходит практику, у меня за двух месяцев, с чем это закончилось? Ну, под моим чутким руководством, я учил прививать, фотографии в сотни, доказать, вот, и я ей помогал, где-то этот самый, ну понятно, без деталей, любуйтесь, и это институт, который, каким чудом, я поражаю, что, профессор Матвеева, и его научный руководитель, разрешил ей взять тему абрикосов, в Сибири, хотя у них обычная тема, это эти самые, сосны и прочие эти, что я тебе сказал, берёзы, вы понимаете? Вот она, смотрите внимательно, теперь надо, чтобы она через пять ступеней перешла, и начала приносить ползу всей стране, ну, вначале, полюбовься, на эту спортсменку красавица, ещё, ещё, вот мне нравится, когда с телефоном, это, ну, я всем хвастаюсь, ну, как вы думаете? Ну, здесь эта контора пишет, понятно, вот, ещё, 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 вот это молодёжь, а ещё, теперь так, сейчас поймёте, к чему я кладу, а вот ещё, вот, пожалуйста, теперь, о чём пойдёт ещё речь, и так, есть Ракалин, он круче Сергея, и круче, на данный момент, и опытнее, Елена Александровна, я вижу в нём, директора, ректора Красноярской, это само собой, это как автоматом должно быть, вот, чтобы перестроиться, чтобы хватит сосны выращивать, и даже кедры, вон, в тайге, и знаете, пока они выращивают кедры, в тайге, эти кедры, уничтожают, миллионами, мне, чуть не сказал садовод, мне, лесоруб, мой старый, старинный друг, рассказал так, значит, росли перемешку, кедры, и пихты, и вот, когда, команда была только кедры пилить, ну, этот, так называемый, деловой лес, вот, когда все кедры выпилили, все пихты упали, просто взяли и упали, и леса не стало, вот это было, вот, а я с чего начинал, вспоминаем, берём 10 тысяч дач, и, через несколько лет, там будет, сколько, миллион, ведер, не килограмма, ведер абрикоса, вот это может сделать человек, давайте ещё, где-нибудь выберем фотографию, посимпатичнее, тут она сильно деловая, тут сильно деловая, тут ещё деловее, вот, тоже деловая, тоже, вообще, смотреть на неё не хочется, сильно серьёзно, вот, ну, вот это, ладно, так вот, представьте себе, её роль, какой может быть, допустим, представь себе, что она возглавила, через несколько ступеней, сейчас только получит кандидатскую, вот, это уже что-то, вот, и, сразу становится, ну, например, директором ВУЗа, то есть, вышеучебная, учебная, и с этого момента, не то, что она одна, ну, есть ещё Юлия Матвеева, две на всю страну умеют выращивать, на всю страну только две, больше никто, так сложилась, такая программа, она не рассчитана на то, что сады выращивают, и она будет учить студентов тысячи, на её лекции будут со всех соседних институтов, вот, со всех соседних областей, вот, раз, и все студенты будут сдавать настоящие экзамены, и все они будут знать, как это выращивать, и никто из них не закончит ВУЗ, пока не покажет экзаменационные сессии, выращенные своими, у неё сад Крутовского, уникальное место, и это надо всего, стать директором, присобачить сад Крутовского, бульдозер, побольше солярки, 5-10 гектар вычистили от этих, которые до сих пор под снегом укрывают, даже яблони, и всё, на месте яблони абрикосы спокойно расти будут, вот, это один момент, то есть совмещение такое, и научное учреждение, это второе направление, ну и через 5 лет академик, тут надо быстрее, быстрее, через все ступени, кто бы это дал, а ей нужен руководитель, знаете какой, типа Рыкалина, вот, допустим, ладно, а молода, Рыкалина, значит, берём директором, а её зам по учёбе, он не так, зам по науке, вот, а второй заместитель, Сергей Железов, ну, в догонку сдаст, это та самая, какие-то там степень кандидатскую, вот, и тогда получается, двинулась, ладно, допустим, сразу не вуз, не учебное заведение, а научный сельский институт, и вот тут-то, вместе с теми ряду, Сергей Железовичем, не соглашайся, почему, потому что, это какой престиж, посреди Москвы, где уже давно скалятся, где уже, миллиарды рублей обещаны за то, чтобы ликвидировать его, и ликвидируют, а тут всего 5 лет, и вот она растёт, первый год, посадка, 100 тысяч моих кусочек, уже это весной, а мне мечтать не вредно, мне жить-то осталось несколько лет, а может быть, сегодня последний день, никто же этого не знает, 100 тысяч кусочек, а потом обдираем все мои сады, Чернобаева сады, эти самые, черенки, вот, Сергей Железов, лучший приватчик, наверное, Кабара в России, ну, найдите ещё раз такой же сад, вот, вот это я хотел сказать, ещё одно, представим себе, что, а вот ей выделили, двух-трёх центральных каналах телевидения, специальную программу учебную, и она учит всех, начиная с детских садов, школы, института, университета, академии, и всех дачников, и то же самое, как прививать, как правильно посадить, чтобы не сгнило, вот это, и вот это, или туда, или туда, или туда, причём, возможно, даже посредняя, вот, когда она, допустим, будет обучать всех, и каждого, всю страну, даже пользы от неё будет сто раз больше, вот так вот, ну, а потом, понятно, в зарубежных командировках, статьи в зарубежных журналах, значит, потом почётный, этот самый, член-кор, там, этого самого, Кембриджа, потом, само собой, Ельского университета, ну, и пошло-поехало, вот, если хоть один наш, прорвёт сюда, потому что, извините, 30 лет, делали абрикос, вот, когда-то нам за запорожцем, я был старшим мастером, мне прислали, дали два, мне тогда не надо было, но мне дали две, эти, как они, талона, один на Жигуль 06, а второй на Запорожье, это было, 83-й год, Запорожье с паталоном, передовик, парень отличный, всё помню, Абдулла, Миша, получил запорожца, и всю жизнь его ремонтировал, вот, 83-й год, в это время уже ездили, знаете, хотя бы на фолькшвагенах, хотя бы на Маздах, уже ездили, вот, что творится, сколько можно этих самых, кичикинскими заниматься, вот это я хотел сказать, вот это будущее, или мы прорвёмся, или нет, вот, но я об этом говорю уже, сколько лет, Елена Александровна, вот, хватит у тебя терпения, а пока торгуй пастилой, вот, с твоими способностями, ведь ты это время могла проводить в библиотеках, не вылазить даже с моего сада, ведь я сейчас без тебя хожу, мне скучно, ты пастилой торгуешь, а я хожу, я сегодня фильм снял, знаете, как фильм будет, Елена, дочка, знаете, как фильм будет называться, второе рождение деревьев, ведь уже всё погибает, с самого низу, видите, вон они, кстати, видите, нет у них особых, там, искусственных, вот, с самого низу вылазит ветка, и вот она уже, та уже мёртвая, вот стоит там, фильм вы видите, ветер в одном случае, полтора в другом стоит, мёртвый пень, с самого низу вылазит ветка, уже по толщине обгоняет этот мёртвый пень, и на ней прекрасное урожай, оно должно быть мёртвое, почему? Потому что сама идея сохранения, помните эти выпускники Мерезовки, вот, из-за чего сыр-бор разгорелся, что они учили отрезать нижние ветки, вот, немалейшего понятия, что отрезал нижние ветки, нет глюкозы, нечем кормить корни, что любая, ах, всё, 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 не проходили, а то вы сейчас скажете, сколько про одно и то же, но я сказал, что хотел, сейчас мы, больше часто говорим, вот, ведь заметьте, ну, есть о чём поговорить, да? Ну, есть, вот она, кандидатская, это вам не суслово расчет, теми резвики, открывая их сайт, не нашёл я этих абрикосов, ну, нету, не нашёл, нашёл фотографию, моя фотография, моя железа, ну, увидел эти дебильные садыцы, которые, трёхметровые, вот с таким штампом, пятилитровые горшки впихивали, это видел, да? Видел, а я со соснами занимались, кедрами занимались, а этим что? А Москва, помните, почему я вам показал эту зону? Ну, вспоминаю, она как раз на границе, вот, ну, теперь, пустите её на кухню, мне это наболело, я не мог не сказать, может быть, опять брат скажет, надо было только, рассказывать, как косточка садить, там вроде бы всех научил, прости, брат. Ближнее окружение знает, что я почувствовал себя очень плохо, вот, меня даже караулят, дочитали эту лекцию до конца, а мне вот это помогает, вот, закончится вебинар, и всё, и сердце успокоится, так что вы меня простите, я сейчас быстро к кипяточку помолю.